Девочка-пай Политическая ситуация в Кыргызстане и кыргызско-российские отношения вторая половина XVIII-середины XIX веков. Учитывая исторические условия, сложившиеся в конце XVIII-середины XIX веков, этот период можно рассматривать как определяющий этап формирования предпосылок, обусловивших присоединение Кыргызстана с Россией. Во второй половине XVIII века кыргызское сообщество претерпело сложные процессы. В силу пережитков воинствующего Средневековья, выражавшихся в непрерывных междоусобных столкновениях и дестабилизирующих внешнеполитических событий кыргызский народ еще не сформировал своей единой государственности. В этот период кыргызские племена в соответствии с географическими условиями жили под влиянием нескольких политических объединений. Южные племена кыргызов в последней четверти XVIII века, Ферганского региона, Памира, Горного Бадахшана, Оротюбе, Джизака и Ходжента, Каканское государство, проживавшие там кыргызы стали составной частью его населения. Северная часть Кыргызстана в это время была под властью суверенных манапов, родовых предводителей, традиционно осуществлявших разобщенную политику правления. Существовали как независимые феодальные образования. Это был конгломерат племен. В Таласе – Кушту, Сару, Пытаев, Мундузов. В Чуе и Сусамыре – Солто Саяков. В Верховье – Вчуе, Кочкоре и Джунгале – Сарабагыши Саяков. На западном и северо-западном побережье Ясыкуля и в его предгорьях – Бугу Саяков. В Нарыне – Тогустору, Кетментьюбе – Сарабагыши Саяков, Чириков, Харабагыши и других. В Восточном Туркестане – вкрапления Саяков, Чомбагыши, Толесов, Солто, Сартов, Теитов, Найманов, Кыпчаков, Бугу, Чириков, Нойгутов, иначе говоря, Ичкеликов – левого и правого крыла кыргызских племен. В этом разрезе времени в Северном Кыргызстане правили от Сарабагыши – Тынай, Атаке, Эсенгул, Ормон, от Бугу – Карга, Бейназар, Минмурат, Боромбай, от Солто – Тулеберди, Джаил, Канай, Джангарач, от Саяков – Садырхан, Джанболот, Качике, Тайлак, от Сару – Бердике, Туумаби, от Кушчу – Жетимби, от Мундузов – Тынебек. На этом основании можно считать, что у крыгызов вплоть до середины XIX века были своеобразные автономные государственности, состоявшие из отдельного племени или их объединений, наподобие небольших государств-полисов Древней Греции. Политическая разобщенность крыгызских племен в конце XVIII века не давала возможности осуществить им единую внешнюю политику. Из-за непримиримых внутрепременных разногласий среди северных крыгызов над ними постоянно висела угроза со стороны внешних врагов. Такая обстановка подтолкнула некоторых крыгызских биев обратить взоры к Российской империи. Они понимали, что только установив отношения с Россией и заручившись ее поддержкой, смогут сохранить свою власть и политическую самостоятельность. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В 40-х годах XIX века политическая ситуация в Северном Кыргызстане в известной мере определилась. Стала очевидная тенденция к политической консолидации некоторых племен и в то же время к сепаратизму в рамках родовых образований. Противовесом деятельности сары-багышского манапа Ормона Ниасбекулу к политическому объединению в ареале Северного Кыргызстана были стремления родовой знати к удельной самостоятельности. Например, на провозглашение Ормона ханом и сакульские кыргызы ответили выдвижением Буромбая Бекмурат Улу главой рода Бугу. Противостояние родовой знати сары-багыши и Бугу дало знать о себе и во внешнеполитических взаимоотношениях. Бугинские манапы не поддерживали устремление Ормон хана к самостоятельной консолидации. В результате русская администрация проводила более тесные отношения с кыргызыми-бугинцами и одними из первых включила их в свой протекторат. Многолетнее противостояние биев-манатов рода сары-багыш и Бугу привело в 50-х годах XIX века к открытому столкновению. Ормон хан, ведя против бугинцев военные действия, хотел подчинить кыргызов Иссыкуля создаваемую им ханству. Кроме того, Ормону не нравилась своевольность сближения иссыкульских кыргызов с Россией. В 1854 году Ормон в одной из схваток был захвачен в плен и убит. Мстя за смерть хана, сары-багыши под предводительством воеводы Турокельды Батыра и сына Ормона Умиталы неоднократно организовывали набеги на бугинцев. Спасаясь от преследований, несколько аилов бугу во главе с Буромбаем были вынуждены отступить в сторону Хархыра и Тикеса. Чтобы избежать истребления в это смутное время, главный монат рода бугу Буромбай пришел к решению принять поддонство России. 26 сентября 1854 года было снаряжено посольство бугинцев во главе с монатом Ачебеком Ширалинов в город Омск, центр западно-сибирского генерал-губернаторства. 17 января 1855 года в Омске Качебек Ширалин в качестве доверенного и полномочного посла от своего народа на Коране дал клятву о переходе в протекторат России. Официальное присоединение Иссыкульских кыргызов к России – важный этап в истории кыргызов. После этого события противостояние между сары-багышами и бугу пошло на спад. Тем не менее, столкновение между двумя родами продолжалось вплоть до полного присоединения в 1868 году северного Кыргызстана к России. Субтитры создавал DimaTorzok